Многодетная семья Турлюна, о которой мы недавно рассказывали в своем сюжете, снова поделилась с редакцией сайта Керчнет хорошими новостями. Они стали одной из девяти многодетных семей России, которые получили в подарок от президента большой автомобиль. Теперь у нас есть большая машина и мы можем ездить всей семьей на море, еще всякие поездки разные. Два дня назад керчане вернулись из Симферополя, где исполняющий обязанности главы республики Крым Сергей Аксенов вручил им ключи от 13-местного микроавтобуса «Газель Бизнес», а также сообщил, что возьмет шество над керченской многодетной семьей. Еще одной приятной неожиданностью стал дополнительный подарок машине – талон на три тонны бензина. Не хочу похвалиться, но Сергей Валерьевич сказал, что они берут шество над нашей семьей. Это все по просьбе Путина. Я спросил у него, вы к нам в керч приедете? Сказал, да. В общем, будем ждать. Пригласил в гости. У главы семейства за плечами более двух десятков лет водительского стажа и открыты практически все категории. Поэтому с новым автомобилем долго разбираться не пришлось. И обратно из Симферополя семья Турлен возвращалась на «Газели Бизнес-класса». На этом автомобиле из Симферополя, когда ехали, получили удовольствие, потому что машина сейчас новая, не знаю, как будет потом, а сейчас пока новая, она такая приемистая, то есть легко набирает скорость, тихо идет. Прошлый автомобиль, которым управлял глава семейства, был старенький 412-й «Москвич». Сейчас машина, отслужившая не год, стоит в гараже, а новый микроавтобус красуется у ворот. Стоит в гараже, ждет ремонта. Я хочу с ним расстаться, а дети просят, папа оставь, чтобы мы могли на нем сами ездить. Кстати, Игорь Турлен уже успел получить новые российские права, техпаспорт и автомобильные номера с цифровым кодом 777. Керчанин добавил, что сотрудники МРЭО отнеслись с пониманием, поэтому вся процедура заняла минимум времени. Счастливая большая семья вскоре отправится на море, где испытает новый автомобиль. А пока фотокадр на память и снова обычный будний день. Работа, учеба и домашнее хозяйство.